Приветствую вас, Аноним. Я думаю, что проблема ваша в глобальном заключается в том, что вы не хотите делать больно девушке. Своей девушке, с которой вы встречаетесь прямо сейчас на данный момент, я думаю, в этом проблема, потому что за то, что испытывают. Девушка, да? Ну, в целом. Вы ответственности нанесете. Вы не отвечаете за то, что она чувствует, вы не отвечаете за то, что она хочет, вы не отвечаете. А вы думаете, что отвечаете. И, ну, соответственно, отсюда и проблемы у вас. Вот. Вы не хотите сделать больно человеку. Вы не сможете сделать больно человеку, потому что человек может сделать больно только сам себе, если девушка, условно говоря, готова сделать себе боль, вот. Вот. Она больно себе сделает. И вы на это никак не повлияете. А вот винить себя, ну, вполне себе будете. Будете и будете, потому что она будет вас обвинять. В принципе. Вот. Вот она будет вас обвинять. Количество будет. Это все из-за тебя и прочее, 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 прочее. То есть, с чем мы имеем здесь дело. Мы здесь имеем дело с проблемой ответственности. Мы здесь имеем дело с проблемой личной ответственности вашей за себя, да, и с разграничением этой самой ответственности. Вот. Потому что, ну, вот, в соотношении с другими людьми. Потому что, если вы, ну, если вы думаете, если вы допускаете, что способны сочинить боль, а девушка, то проблемы с лишними границами у вас, к сожалению, имеются. И, к сожалению, ну, достаточно такие, я бы сказал, да, ну, серьезные. Потому что, ну, потому что вам кажется, что, вот, что, ну, что действительно, вы способны, действительно, причинить боль девушке. Вот. Хотя, на самом деле, не способны. Вот. Ну, и вы боитесь чувства вины. Прямо, прямо следующего за этим, вероятно. Вот. Вот. И, в принципе, это вполне логично. Но не решает по итогу проблемы ваши. А вот. А что еще можно сказать? Можно сказать, что коллега, мой коллега, кудрячок Игорь Леонидович, да? Вот. Он брат. Говорил о том, что вы, вот, не определились с тем, чего хотите сами. Да? То есть, вот. То есть, что, что вам-то нужно в этой ситуации? У вас тут самого какие-то приоритеты. Вот. Понимаете? Сейчас девочка вас, ну, просто, получается, использует. Вот. Тем более, раз она, там, уезжает в другой город и так далее. Вот. Она вас использует. Вы ее, как бы, ну, держите вы ли везде относительно статуса ваших отношений? Вот. Что тоже, ну, не есть хорошо. Вот. Вот. То есть, это такой момент. Спросите себя, можно ли, можно ли построить хорошее, искреннее отношение, основываясь на, ну, такой неискренности. А то, что вы, вот, как вы действуете, это и есть неискренность. К моему большому, большому сожалению. Вот. Вот. Спросите себя об этом. Спросите себя на эту тему и, как бы, спросите себя, достойна ли, вот, собственно, девушка ваша вот этого. Да? Ну, вот. Ну, вот. Собака привык, иди, не хотите сделать боль. Вот. Такая вот история. То есть, вам важно понять, что здесь нет каких-то идеальных решений. Здесь в любом случае будет недовольство. Здесь в любом случае будет негатив со стороны кого-то, да? То есть, вот, ну, в случае, если, например, мы говорим про первую девочку, то негатив будет со стороны второй. Вот. То есть, это в любом случае что-то будет негативное. И вам это нужно признать, принять. Вот. Дальше. Значит, мы с ней расставались, понимаем, что раз у нас ничего общего. Она меня любит, и мне очень хочется, не хочется делать ей боль. Ей больно. В своих чувствах я не разобрался, но у меня осталась привычка. Ну, а вот, понимаете, в своих чувствах нужно разобраться, если вы не можете сделать это сами, то с психологом это можно сделать вообще-то. Да? То есть, ну, разобраться в своих чувствах можно с психологом, вот, и вам будет легче, вам будет легче решение принять, вам будет легче как-то вот, ну, как-то вот в ситуации двигаться дальше, вот. Но скажу вам сразу, да, что привычка, ну, о которой вы говорите, это про потребность, это про потребность, про вашу потребность. Вот. И, соответственно, если у вас, ну, если для вас, точнее, привычка стала чем-то возможным, значит, и потребность для вас тоже имеет очень важное значение. Вот. То есть, ну, в том смысле, что именно потребность. И вы сейчас, на данный момент, эту потребность не чувствуете. Если вы знаете, что она есть, вы ее ощущаете, но вы не понимаете, что это такое, с чем это связано, да, и что вообще с этим делать. Вот. Ну, не то, чтобы вы и должны, честно говоря, да, потому что это работа все-таки психолога уже, вам помочь разобраться в данном аспекте. Вот. Вот. Главное, чтобы вы, прежде чем что-то делать, ну, в общем, это логично, да, прежде чем что-то делать, чтобы вы разобрали в своих числах, а не торопились, значит, какие-то, какие-то, вот, решения, там, принимать в попыхах, вот. Потом просто, опять же, будет, ну, будет негатив, да, будете просто переживаться за это, вот. Вот. Ну, вот, в принципе, то, что можно сказать вам. Да, важна цель, вот. Ну, важно, важно, чтобы была цель вас, вот. Ну, чтобы вы, понимали, для чего, для чего это все вы делаете, вот, зачем вы это все делаете, чтобы, чтобы что вы это все делаете, да. Вот. И дальше все уже будет понакатанно. Но для начала разобраться в себе и поработать с отличной ответственностью, границами и честным вины. На этом все на нем. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.